Как стать олимпийским чемпионом? Сколько времени нужно провести на татами, чтобы воспитать в себе спортивный дух и стремление к победе? О секретах техники и приемах Александр Лисун, Тагир Хайбулаев, Арсен Галстян и Мансур Исаев рассказали ученикам 82-й школы. Со спортсменами такого уровня не только ребята, но и учителя встретились впервые. Сегодня учащиеся наши школы участвуют во многих мероприятиях и акциях, которые приурочены к всероссийской акции «Олимпийский патруль». Олимпийский патруль – всероссийский спортивно-образовательный проект Олимпийского комитета России. Его главная цель – вовлечь как можно больше детей и подростков в занятия физкультурой и спортом. Во Владивостоке патруль высадился в рамках Восточного экономического форума. Я, как и Арсен, начал заниматься в районе возраста с 8 лет. И вся моя жизнь, она практически проходила в спорте, ну и именно в ЦИГО. И с самого детства самое главное, что всегда нас учили тренера и мои родители, прежде всего, это уважение. Уважение к своим тренеру, уважение к своим друзьям, уважение к тем ребятам, с кем ты тренируешься в одном зале. Мансур Исаев – олимпийский чемпион подзюдо 2012 года. На Олимпиаде в Лондоне завоевал золотую медаль в финале, победив японца Рики Накая. Тагир Хайбулаев – майор полиции, работает обычным участковым. Золотую олимпийскую медаль также взял в Лондоне. Арсен Голстян – первый олимпийский чемпион в истории российского дзюдо после 1991 года. Александр Лисун – чемпион в современном пятиборье на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Сегодня каждый из вас получит автограф из рук олимпийского чемпиона. Кроме тренировок для детей, Александр Лисун вместе с другими жителями Владивостока, политиками, предпринимателями, школьниками и студентами принял участие в благотворительном забеге в защиту Амурского тигра и Дальневосточного леопарда. Акцию поддержали более 600 неравнодушных горожан, которых не напугал даже ранний подъем. Регистрация участников начиналась в 5 утра. Это очень важно, потому что это популяризация спорта, благотворительность и неважно в чем она проявляется, потому что действительно это плюс еще весело, хорошая атмосфера и настроение. Для министра спорта Павла Колобкова дистанция показалась непривычной, много спусков и подъемов, но комфортной. В разговоре с журналистами министр подчеркнул, совмещать деловой и здоровый образ жизни можно и нужно. Точно вам скажу, в костюме бегать нельзя и в галстуке. А совмещать, конечно, не нужно обязательно. Забег в защиту уникальных диких кошек проводится второй год. Все деньги, собранные в ходе акции, направят на поддержку программ по восстановлению популяции тигров и леопардов, чтобы одной экологической проблемой на Дальнем Востоке стало меньше. Светлана Садовая, Новости на Восьмом.